Капитальные преображения. В Караганде продолжается большая летняя благоустроительная кампания. Во многих дворах появляются детские площадки, спортивные объекты, новый асфальт и контейнерные площадки. За ходом работ следят депутаты городского Маслихата. Тему продолжит Ирина Вобещевич. Этот двор мне очень знаком. Здесь правда два раза переделали, своими силами когда-то был корт. Потом сделали вот эту сетку. Я не знаю, что. Сейчас глаз радуется. Это вообще просто. Кто давно не был в этом дворе на Крылово, сначала не поймет, где очутился. Дело в том, что о благоустройстве можно было только тут мечтать. Были тут разбитые дороги, заросший пустырь со ржавыми останками конструкции, неприглядные контейнерные площадки. Я как местный просто знаю, что это один из самых больших дворов, где можно что-то предусмотреть. Именно и футбольную площадку, и детскую площадку. Ну и в начале года у нас действительно были выезда и смотрели, где больше необходимо и где это может поместиться. Мини-футбольная площадка, ну это очень сильно не хватает, потому что здесь, ну, если честно, было такое, больше похоже для выгула собак. Теперь это превратится в хорошую, добротную мини-футбольную площадку, которая будет собирать не только этот двор. Двор входит в 16 тех, которые благоустраивают в этом году по предложению депутатов. Теперь задача народных избранников – следить за качеством работы и сроками реализации, давать рекомендации. Честно говоря, она даже не до конца, видите, доходит. Я бы закрыл, просто как строитель вам совет, я бы, наверное, закрыл, завернул бы туда, заклел и прогнал бы уголок какой-нибудь. Работы окончательно планируют завершить срок. Жители говорят, что очень важным было решение с контейнерной площадкой. На сегодняшний день уже 160 площадок по юго-востоку мы сделали, приступили к сектору город. Также сейчас провели конкурс на закуп контейнеров, уже нового формата, евробаки. Ждем поставку. В частном секторе, в городе на улице Шевцовой, на месте, где раньше был заболоченный и захламленный пустырь, появилось вот это основание с ограждением под детскую площадку, и сразу вся улица от этого преобразилась. Так видите, вот сами здесь все было, все заброшено было, все было в болоте, тут лягушки квакали, в детскую площадочку просили, но нам сказали, что как бы нельзя, здесь не предусмотрено, то все. В общем, мы все равно не отставали. Поставят здесь какие-то горочки, какие-то тренажеры поставят, и мы уже не будем переживать за детей, что где-то что-то куда-то они упали, где-то куда-то ушли, и детям будет занятие. Не будут разбегаться, не будут, как говорится, заниматься чем попало. Подрядчику пришлось искать решение, чтобы сделать площадку в том месте, где определили жители. Здесь было болотистое место. Мы основание подняли где-то на сантиметрах, наверное, 40-50. Срок окончания вообще по договору у нас идет 31 октября, но мы не будем затягивать до такого. Думаю, где-то в конце августа, в начале сентября, думаю, уже будет полная сдача. Ход работ на депутатском контроле, как и сроки и качество проведения. Они добиваются того, чтобы жители частных секторов не оставались обделенными. Кстати, в прошлом году в этом районе постелили новый, не менее долгожданный асфальт. По частному сектору в этом году мы уделяем особое внимание. С отделом земельных отношений ищем свободные участки. На них через вот эти работы по установке дискировых площадок мы заходим и ставим туда площадки. В общей сложности в частных секторах в этом году установят 8 детских игровых площадок. И эти работы при содействии депутатов будут продолжены.